Друзья, есть две новости, которые хотелось бы вам сообщить. Новость первая, некоторые из вас уже эту новость знают, это выход в свет книги «Энергоинформационная безопасность славянского мира», первой книги серии «Ведическое образование». В данной книге нашло свое отображение все то, к чему мы пришли в результате двухлетнего исследования, даже чуть больше, данной темы. В свое время для нас было культурным шоком, когда выяснилось, что при работе с ведическим знанием в славянском мире практически не уделяется внимания технике безопасности. Есть простое правило, я уверен, многие знаете его и пришли к нему путем своих умозаключений и своего исследования данного вопроса, что чем глубиннее знания, тем они более опасны. И тем более опасны их применения в неразумных руках, при малой осознанности. Поэтому чем глубиннее знания, тем более оно опасно, а чем более оно опасно, тем больше нужно прорабатывать технику безопасности. Это логично. Ведическое знание – очень глубокое знание. Оно хранится в славянском мире и далеко не всегда, чему вы были свидетели, находит свое правильное прямое применение, не кривое. И в этом отношении, конечно же, вопрос о проработке техники безопасности вроде бы должен являться самым собой разумеющимся элементом вообще в познании, с чего и нужно начинать. И выяснилось, что это не так. Выяснилось, что в славянском мире в рамках изучения данного вопроса мы пришли к выводу, который нас несколько насторожил и даже обескуражил, что технике безопасности в славянском мире практически не уделялось никакого внимания. Как только это стало известно и понято, мы запустили данный процесс взращивания техники безопасности при работе с ведическим знанием. Мы обозначили этот курс как курс энергоинформационной безопасности. А стартовал он почти три года назад, когда мы записывали курсы, занятия в нашей общинной школе Росветсварга в Симферополе, курс мировосприятия славян «Искона современность», который до сих пор в интернете имеет место быть. После этого были длительные разъезды, постоянные путешествия, общение с заинтересованными людьми в тех городах, в которых были заинтересованы организаторы, люди, кто проявили ответственность, инициативу, кому была эта тема интересна. Те звали, и было много семинарских занятий, где мы всё это подробно разбирали. В процессе путешествия, изучения данного вопроса, обмена мнениями с другими преподавателями, постоянно накапливалась информационная база знаний, наблюдений, которая проходила своё осмысление, анализ, было много погружения, изучения этого вопроса с разных сторон, и с точки зрения социально-политических каких-то процессов, и с точки зрения тонкоматериальных вещей, глубинных, сокровенных, образно. И путь, который мы прошли в рамках написания данной книги, был достаточно непростой. Он был довольно длительный и тернистый. Иной рассказалось, что пол Вселенной мешает выходу этой книги, а другая половина Вселенной, наоборот, помогает. Это была интересная такая непростая задача, и в конце концов, несмотря на все усилия той части Вселенной, которая мешала, так поэтически говоря, в шутку, конечно. Эта книга всё-таки вышла. И в ней на данный момент собрано всё то, всё основное, что нам удалось накопить за это время. Она собрана, систематизирована и подана, надеюсь, в доступной форме. Но не ждите, друзья, что заинтересованные в прочтении данной книги испытают приятные ощущения. Задача книги – не доставить комфорт, а всковырнуть некоторые болезненные, непроработанные вопросы с целью их проработки. Потому, естественно, заранее ориентируюсь, что готов к любым комментариям, в том числе и нелицеприятным, в свой адрес, абсолютно никаких обид. Прекрасно понимаю, если вас что-то в этой книге заденет, значит, есть же за что цепляться. И желаю вам удачи, терпения, мудрости и силы в проработке того, что вас зацепило. Как автор хочу изложить, выразить, точнее, свою надежду, свое пожелание, что в самое ближайшее время данная книга перестанет быть актуальной. Чем раньше эта книга перестанет быть актуальной, тем больше я буду рад, как ее автор. Потому, что это будет означать, что славянский мир проработал эти болезненные моменты, и мы можем двигаться дальше к новым духовным высотам. Это первая новость. И по организационным вопросам, как можно получить эту книгу, лучше обращайтесь к московским организаторам. Они как раз любезно взяли на себя все организационные моменты, чем здорово высвободили меня для написания новых книг, мой ресурс, за что я им очень признателен. И вторая новость, которую хотелось бы проинформировать, которую хотелось бы до вас донести, она может показаться вам более интересной и более важной, особенно для москвичей. Вы знаете, друзья, что в Симферополе уже 6 лет как существует общинная школа Росфитсварда. И мы были абсолютно уверены, когда запускали общинную школу, что это нормальная абсолютно практика, и что при любой общине есть своя общинная школа. Люди в данном случае немножко наивно мы думали, что в ведическом наследии во главу угла будут ставиться веды, то есть познания. И не просто брать и исповедовать что-то, а изучать. Потому, мы пошли нестандартным путем, мы решили изучить то, что мы собираемся исповедовать, то, к чему у нас есть чувственный отклик. И с самого начала мы делали ставку не на обрядовую ритуальную часть, а именно на познание, на изучение мы собирались, читали какие-то тексты, копали какие-то материалы, обменивались знаниями, смотрели Асгардское училище, много всего было. Пока это всё не оформилось, вот цикл каких-то материалов, вернее, цикл занятий, по итогам которых писались материалы по буквице около 5 лет назад по мировосприятию славян, 3 года назад. Были и другие курсы, занятия, как факультативные, так и основные. И закончился шестой год обучения в общинной школе. Каждый учебный год был не похож на предыдущие, это своего рода приключение, а приключение – это поиск ключа для обретения себя, для вскрытия каких-то внутренних замочек. Впереди седьмой учебный год. И этот седьмой учебный год будет необычным тем, что общинная школа теперь будет работать на два города. Мы переходим в режим 7.1. В Симферополе общинная школа продолжает существовать, седьмой год, и открывается она в Москве, где я буду основным преподавателем. В этом учебном году я перебираюсь в Москву, и поскольку там есть отклик и так складывается пространство, что общинная школа будет теперь работать на два города, где в Москве я буду являться основным преподавателем. Убительная просьба, друзья, донесите эту информацию до всех заинтересованных людей. Теперь у москвичей есть возможность изучать ведические знания, те, которые представлены и наработаны у нас в общинной школе Рассветсварага. Они продолжают нарабатываться довольно интенсивно в экспериментальном режиме. То у вас есть возможность обучаться этому в течение года, два дня и вечера в неделю. Дневная и вечерняя группа. В данном случае в Москве, благодаря тем возможностям, которые открываются, у нас есть все перспективы сделать следующий уверенный шаг в продвижении к духовным идеалам славянского мира. Двигаться будем не торопясь, но и не затягивая, потому количество мест ограничено. И с каждым, кто изъявит свое желание обучаться, мы будем проходить предварительное собеседование. В частности, я возьму на себя эту роль для того, чтобы отфильтровать от всех потенциально желающих тех, кому это действительно нужно, чтобы сохранять хорошие темпы. За год нам нужно пройти достаточно серьезную и обширную программу. Более подробно все это будет изложено и расписано в текстовом виде. Поэтому, если вы заинтересованы, друзья, если вы в Москве и вы заинтересованы в изучении ведического знания, то имейте в виду, что в данном случае у вас есть возможность посещать занятия в общинной школе, которая будет работать на два города. В Симферополе общинная школа Рассветсварага также будет функционировать, будет продолжать свое существование и преподавание будет осуществляться другими преподавателями, поскольку вы знаете, что я не единственный преподаватель у нас в общинной школе, хоть и основной. Кроме того, есть вариант, при котором мы можем запустить интерактивное обучение, то бишь в режиме онлайн-вебинаров. Разница в часовых поясах будет преодолена благодаря возможному маневру, поскольку предполагаются две группы, дневная и вечерняя. Если наберется достаточное количество человек, то мы запускаем в том числе и вебинары. Поэтому, друзья, если вы заинтересованы в этом, убедительная просьба обращаться к моим московским организаторам и сообщать. Более подробно вы сможете почитать в текстовом материале, который будет представлен в ближайшее время. Благодарю вас за внимание. Буду рад встретиться с вами в Москве в новом учебном году. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова